Всем привет! Сегодня декорируем пасхальные яйца. Самые красивые. Для этого нам нужны обычные разноцветные салфетки. Салфетку нужно разделить на два слоя. Нижний слой нужно удалить, а верхним слоем будем декорировать. Разрезаем салфетку и отделяем темную часть и отрываем руками розовую часть. Разрезаем черную часть пополам и будем декорировать нижнюю часть яйца, как бы имитировать вазу с цветами. Для этого нам нужен белок яйца. Я немного смазываю яйцо и затем сверху кисточкой движением сверху вниз приклеиваем салфетку. Она приклеивается очень быстро, она становится мягкой и такой податливой. Когда будете отрезать полоску полосатой бумаги, рассчитайте так, чтобы у вас внизу не было лишней салфетки, иначе получатся бугры. У меня не хватило маленького кусочка салфетки, поэтому я немного вот так добавлю. На готовом яйце это абсолютно не будет заметно. Нижняя часть яйца готова. Розовую полоску нужно разорвать руками на небольшие квадратики, примерно сантиметр на сантиметр или чуть больше. Из этих маленьких таких неопределенной формы квадратиков будем делать как бы а-ля цветочки. Яйцо слегка промазываем белком. Мне нужна палочка для суши или любое приспособление. Можно взять карандаш. Обхватываем салфеткой, как бы прижимаем ее. И салфетка приобретает как бы такую объемную форму цветочка. Эти цветочки очень похожи на весенние цветы фруктовых деревьев. Итак, прикрепляем столько цветов, сколько вы хотите. Можно 2-3 цветочка. Можно полностью верхнюю часть всю заклеить цветами. Это очень интересная работа и для взрослых, и для детей. Декорируйте вместе с детьми эти замечательные красивые яйца. Белок на яйце подсыхает, поэтому не забывайте всегда промазывать белком, чтобы цветы у нас очень хорошо держались на яйце. Я использовала два кусочка зеленой салфетки и делаю как бы такие два небольших вкрапления, то есть имитирующие зеленые листья. Я думаю, что больше не надо. Два достаточно. И последний завершающий момент. Я на самой базе делаю еще один цветочек, как будто падающий цветочек. Вот такое замечательное красивое яйцо получилось. Буду рада, если вы приготовите такие яйца. Поделитесь с друзьями этим замечательным рецептом. Не забывайте подписываться на мой канал и ставьте пальчик вверх, если вам понравился этот рецепт. До новых встреч, друзья!